Валерий Медведев Здравствуйте, севастопольцы! Итоги выборов известны, были еще вчера, мы все их, конечно, знаем, но более подробно, думаю, расскажете вы и сегодня нам. Спасибо, спасибо, спасибо за приглашение, севастопольцы, избиратели. То, о чем мы так долго говорили, позавчера свершилось, мы с вами прибыли на избирательные участки и проголосовали за депутатов Государственной Думы и муниципальных образований. Хочу сказать, что явка была очень хорошей, 47%, это у нас выше, чем в Питере и в Москве, вот по сравнению. Ну и хочу доложить результаты конкретные, как мы, севастопольцы, проголосовали за наших кандидатов в депутаты. Белик Дмитрий Анатольевич набрал 33,24%, Николаев Олег Александрович 23,92%, Комоедов Владимир Петрович 17,35%, Журавлев Илья Григорьевич 10,22%, Бречак Михаил Васильевич 4,83%, Брежнев Андрей Юрьевич 1,94%, Ермаков Иван Федосович 1,83%, Третьяков Михаил Владимирович 1,81%, И Штыков Никита Евгеньевич 1,30%. Как видим, была борьба такая целеустремленная, борьба практически на равных. Все наши кандидаты в депутаты боролись достойно. И сразу хочу сказать, мы с вами, севастопольцы, никаких грязных технологий не видели практически. И в том числе и в день голосования, и в канун, когда проводилась вся агитационная кампания. Ни на бигбордах, ни в личном общении, ни в студиях и так далее. Все было корректно, в рамках правил достойно. Но мы голосовали не только по одномандатному избирательному округу, не только за кандидатов, которые в лицо знаем, но и за партийные списки, за те партии, которые мы тоже знаем. Это Единая Россия, и опять озвучу с вашего позволения проценты. Единая Россия 53,78. ЛДПР 15,36. КПРФ 12,07. И Справедливая Россия 5,09. Партия Роста 3,58. Политическая партия Родина 2,29. Коммунистическая партия Коммунисты России 1,90. Российская партия Пенсионеров за справедливость 0,98. Российская экологическая партия Зеленые 0,78. Яблоко 0,65. Парнас 0,56. Патриоты России 0,30. Партия Гражданская платформа 0,12. И Гражданская сила 0,07. Набрали процентов. Но больше всех вот первая четверка. Так же, как и везде по России. Дорогие избиратели. Была проведена огромная работа подготовительная. Мы обсуждали с вами вот здесь, в студии. Я перед вами неоднократно выступал. Призывал. И как правильно бюллетень заполнить для того, чтобы, найдя себя в списке, получить бюллетень. А потом еще найти в бюллетене надо было и своего кандидата в депутаты. И напротив галочку поставить. Вспомнили, да? Но все это уже в прошлом. Это было уже позавчера. Вчера ночью мы, даже не вчера, а вот сегодня ночью, мы практически подвели окончательные итоги. Состоялось заседание нашей избирательной комиссии городской и 219 окружной по выборам в Государственную Думу Российской Федерации, где мы утвердили протокол по подсчетам голосов. И сегодня же решением нашей комиссии торжественно был вручен удостоверение. Удостоверение депутата Государственной Думы Белику Дмитрию Анатольевичу. Его поздравляли с этим в том числе не только присутствовавшие активисты, не только члены комиссии избирательной, но и председатель законодательного собрания Алтабаева Екатерина Борисовна. В удостоверение первый наш депутат от нашего города впервые, исторический документ получил от нас и уже является депутатом Государственной Думы. Сразу же на месте и на путстве ему дали, чтобы он так тщательно поработал для города, чтобы мы жили с вами комфортно, чтобы не было пробок на дорогах, чтобы было хорошо и не только нам, но и туристам, и паломникам, и чтобы это была одна из лучших военно-морских баз России, и чтобы социальные вопросы у нас были на высоте, чтобы мы действительно соответствовали высокому званию третьей столицы, а именно духовной столице России. Спасибо вам, севастопольцы, за то, что вы пришли на избирательные участки. 47% подчеркиваю. Спасибо вам за это большое. Ну и, конечно же, поздравляю всех нас с историческим событием. Первый депутат от Севастополя в Государственной Думе Российской Федерации. Состоялись и муниципальные выборы. По ним конкретно мы подведем итоги и выступим в дальнейших наших встречах с вами. Работа эта завершается. В территориальных комиссиях сегодня будут завершены составления протоколов. И мы в том числе и на телевидении, в том числе и в наших севастопольских известиях увидим наших депутатов, муниципалитетов. Ну и в работе увидим, конечно, всех. Ну вот, а в ходе работы избирательных комиссий какие выводы были сделаны на будущее, так сказать, или все прошло гладко совершенно? Ну, гладко бывает на бумаге, а когда вот доходишь до работы, встречаются разные нюансы. Ну, такие, казалось бы, нюансы. Вот на двух избирательных участках зашумели, заканчиваются бюллетени. Мы обрадовались, честное слово, заканчиваются бюллетени. Это значит, какая явка? Больше, чем 70% на этом участке. Согласно закона, мы имеем право выдавать на избирательные участки не менее 70% избирательных бюллетеней. А 30% остаются в резерве в территориальных комиссиях, которые входят, ну, в Балаклаве, предположим, 33 участковые избирательные комиссии. Ну, не хватало, в частности, по Ленинскому району, там 57 участковых комиссий. Мы 30% бюллетеней оставили на территориальной комиссии, вот, предположим, Ленинской. И когда на двух участках зашумели, вот-вот-вот заканчиваются бюллетени, потому что явка была более 70% практически. И туда немедленно подвезли, ну, успели все подвезти, потому что это в шаговой доступности по Ленинскому району территориальная комиссия, где резерв находился. И через две минуты уже бюллетени были на месте. Ну, мы искренне обрадовались, что такое вот получилось. Мы были к этому готовы. Эту готовность нам заранее закладывает закон, чтобы мы держали в резерве 30%. Мало ли, какие могут события. А вообще бюллетени были отпечатаны 100% на каждого из нас избирателя. И в том числе с небольшим запасом, как положено по закону. Вот еще один момент, это нарушения. Были какие-то серьезные? Вы уже сказали, что нет, но, может быть... Ну, раз сказали нет, то и быть не может. Не было, конечно. Вообще? Если бы, да, если бы были, ну, нарушения серьезных не было. Да, в общем-то, я и мелких таких не наблюдаю, потому что были непонятные моменты. Ну, вот в том числе и на железнодорожном вокзале, когда голосовали на участке. Люди, прибыли, имеющие паспорт российский, наши севастопольцы, но без адреса. А туда пошли и те, кто, значит, приехал. Ну, думали, что это участок на ЖД вокзале, и здесь можно там голосовать просто как турист проезжающий. И некоторые так вот приходили, и не только такие. Но, товарищи, я напомнил, и ездил заместитель, юрист на железнодорожный вокзал. Там разъяснили. Были заместители губернатора там. Они успокоили людей, разъяснили, что для того, чтобы проголосовать, а у нас досрочного не было в этот раз голосования за 10 дней, как это раньше проводилось, были выданы открепительные удостоверения, которые надо было за 60, либо 20 дней зарегистрировать в территориальных комиссиях. И потом войти в список участковой избирательной комиссии, и все, пришел и проголосовал. К сожалению, такого не было сделано гражданами, и когда они приехали сюда, не зарегистрировали, а законодатель четко это определяет. Ну, не получилось. Такие были вот моменты. Ну, это же какие-то непонятки, которые возникают. Это непонятки, действительно. Ну, будем изучать и мы нормы законодательства. Я думаю, всем жителям нашим, и севастопольцам, и россиянам, кто на материке, конечно, надо знать, для чего открепительные удостоверения, для того, чтобы проголосовать. Как проголосовать? Спроси, а как мне действовать дальше? Я из Севастополя еду в Москву. Получил в Севастополе открепительное удостоверение. Кстати, у нас тоже уехали, получили открепительное удостоверение. 662 человека, да. Ну, и спросить надо было, как? И мы бы разъяснили. Либо это в участковой комиссии, либо в территориальной. Мы бы разъяснили, что приехал в Москву, зайди на участок, в территориальную комиссию и зарегистрируй себя там. И все. Все. Никаких проблем. Ну, что ж, это будет урок на будущее, да? Валерий Кириллович, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Будем ждать еще результатов муниципальных выборов. Спасибо. Севастопольцы. Нам всем здоровья. Здоровья, терпения и успехов. Счастья нам всем. Вам того же желаю. Спасибо еще раз, что пришли. Спасибо. Это была программа «В контексте». Напомню, об итогах выборов говорили с председателем Севастопольской городской избирательной комиссии Валерием Медведевым. Впереди еще много интересного. Оставайтесь вместе с нами на ИКС. Севастопольской области. Севастопольской области. Севастопольская области. Субтитры создавал DimaTorzok